На базе футбольной академии общественный наблюдательный совет футбольного клуба «Волна» провел встречу, где были подведены итоги подготовки пинских футболистов к новому сезону 2017. Кстати, здесь же были озвучены и проблемы, с которыми сегодня сталкивается футбольный клуб. Александр Каневский, руководитель общественного наблюдательного совета, попросил всех вести диалог в откровенном русле, чтобы четко понимать, какие у нас есть перспективы. Перспективы есть, ровно как и проблемы. Разговор и вправду получился на этот раз откровенным. На встрече, где собрались члены наблюдательного совета, руководители клуба, футболисты и самые активные болельщики пинской волны, было рассмотрено много вопросов. От финансирования команды до посещаемости матчей. Бюджет команды остался прежним. Это порядка 150 тысяч долларов. Уже 26 договоров заключено на оказание спонсорской помощи. В ближайшее время планируется заключить еще 10-15. Уверенная игра пинских футболистов в прошлом сезоне вывела команду в первую лигу. Сейчас необходимо понять степень готовности ребят к выступлениям на новом уровне. Наша команда готова и будет прилагать максимум усилий, чтобы в каждой игре набирать очки. А как оно получится, естественно, опять же скажу, покажет сезон. Сегодня тренерский штаб заключил контракты с 19 футболистами. К сожалению, команду покинули такие сильные игроки, как Градобоев, Луцевич, Рушницкий и Гриневич. Однако на их место пришли молодые амбициозные ребята из Брестского Динамо. Все ждали этого начала сезона, чтобы все едут с мыслями в Оршин начать с победы. В целом команда готова выполнять определенные задачи, которые поставит руководство перед командой. Подготовка была плодотворная. Хорошо поработали. Тренер очень хорошо организовал два месяца подготовки. Все ребята старались, выкладывались, боролись в товарищеских играх. И в чемпионате тоже будем бороться друг за друга, за город, биться за болельщиков. Будем показывать свой результат, на что способны. Футбольный клуб «Волна» в этом году заключил контракты со всем юным, 16-летним, но перспективным игроком Станиславом Лицком. Правда, Станислав оказался немногословным. Я играл за детскую команду «Черные пантеры». Мы пригласили в футбольный клуб «Волна». Я согласился. Ответственность какую-то ощущаете? Все-таки это уже взрослые в футболе? Да, конечно. Первая лига – это серьезно. Там играют все профессионалы. Большой плюс, на мой взгляд, это то, что за прошедший год у нас, так сказать, мужает и взрослеет молодежь. Аккуратник, Головко, Бойко, Олег Курган, Малащицкий, Шаломицкий. То есть это вот наши местные ребята, которые уже в прошлом году себя хорошо проявили. И видно, как они большинство или все растут на глазах. В связи с имеющейся проблемой комплектации команды, на встрече были озвучены самые разнообразные прогнозы на предстоящий сезон. От пессимистических до самых оптимистических. Таких, как выход волны в высшую лигу. Ну, что касается борьбы, то мы будем по-любому бороться. А что нам, скажем, может помешать составить конкуренцию клубам, которые собираются выйти в высшую лигу – это отсутствие глубины скамейки. То есть, ну, в самом деле, ну, по количеству, скажем так, ну, нам не хватает 3-4 человека, это объективно. То я скажу так, что только эта причина сможет нам помешать конкурировать с этими клубами. Однако, как заверили нас футболисты, в год 920-летия нашего города они покажут красивый футбол для своих болельщиков. Кстати, команда уже продала 150 абонементов на свои матчи. Осталось чуть менее 50, поэтому желающим стоит поторопиться в их приобретении. Надо сказать, что пинские футболисты к новому сезону получили и новую спортивную форму. В ней на поле они выйдут уже 8 апреля в городе Орше, где состоится первая игра. Вторая игра, домашняя, состоится 15 апреля. Наши футболисты встречаются с Микошевичским гранитом.